5 секретов телеграма, которые позволят вам зарабатывать больше денег, влиять больше и лучше на свою аудиторию, делать то, чего вы раньше не делали и, возможно, то, чего вы раньше не знали. Мы с вами сегодня будем общаться кратенько, буквально один часик. И за этот часик моя задача будет поделиться с вами этими фишками и секретами. А затем, друзья, конечно же, я расскажу вам про телеграм-игру, которая стартует у нас уже скоро, этим летом, где вы точно сделаете уже серьезные шаги в развитии своего телеграма. А кроме того, друзья, на сегодняшнем эфире я вам разрекламирую и пропиарю следующий прямой эфир в другом чате. И тот другой чат, бесплатный для вас, посвящен фишкам и секретам телеграма, которые вы точно не знаете, потому что там столько фишек и секретов дается, и все это абсолютно бесплатно дается. И знаете, что самое приятное? Там будет послезавтра еще один эфир, который посвящен будет уже другой теме, связанной с телеграмом. И какая это будет тема, я вам расскажу сегодня. А еще я вам сегодня расскажу, как в этот чат попасть, и дам ссылочку на этот другой чат, который посвящен уже только телеграму, не рекрутингу, как соблазнению. Итак, сначала сегодня я расскажу вам, почему телеграм – это актуальная история. Буквально недавно, буквально вчера я краешком глаза увидел информацию, которую до этого не знал, и тоже эту информацию вам сегодня дам первым, чтобы вы ее узнали. Поэтому кое-что я вам сегодня в начале нашего эфира интересно расскажу, новую информацию, которую нужно будет перепроверить, и мы с вами это сделаем после сегодняшнего эфира. Но сам факт того, что эта информация уже появилась, уже интересен. Поэтому нам эту информацию как минимум надо знать. Далее я дам вам 5 секретов телеграма. Сегодня я немножко коснусь запуска своего канала в телеграме. Сегодня я дам вам не просто 5 фишек и секретов, а дам еще бонусный секрет. Шестой секрет, который изначально я не заявлял, когда промоутировал наш сегодняшний эфир. Кроме того, друзья, подарки. Мы с вами узнаем кое-какие классные подарки, и вы получите кое-какие классные подарки. И запуск набора на телеграм-игру. Вместе с выгодной акцией. Все это будет сегодня. И начну я с того, почему все-таки телеграм. Давайте, друзья, обратим внимание на некоторые интересные факты. Во-первых, в телеграме происходит стремительный рост аудитории в мире. Телеграм – это бурно и активно развивающаяся социальная сеть. Телеграм сейчас бурно, активно растет. Везде, повсеместно. Это одно из самых скачиваемых приложений в мире. И буквально вчера я увидел информацию о том, что по количеству скачиваний телеграм в России завоевал более высокое место, чем WhatsApp и Viber. То есть я увидел то, что телеграм в России даже набрал большую популярность, чем WhatsApp и Viber по скорости скачивания, то есть по частоте скачивания телеграма. Поэтому нам говорит это о чем? Нам это говорит о том, что телеграм становится все более популярным. А значит, здесь все больше и больше людей, все больше и больше времени эти люди проводят в телеграме. И все больше и больше эти люди тратят своего внимания в телеграме. А значит, здесь можно им что делать? Правильно, продавать и рекрутировать. Поэтому наша с вами задача продавать и рекрутировать через телеграм и учиться этому. И вот сегодня мы с вами получим фундаментальные фишки, которых многие почему-то не знают про телеграм. А я вам сегодня их дам просто так, бесплатно, потому что вы классные и потому что мне хочется с вами чем-то поделиться. А вот послезавтра я дам вам другие, более продвинутые фишки, но уже в другом чате. И эту информацию про этот чат я вам тоже скину сюда сегодня в наш чат «Рекрутинг как соблазнение». Поэтому, друзья, следите за, соответственно, за лентой чата. Она будет очень важна. Она будет очень важна для вас. Кроме того, те технологии, которые используются в телеграме сегодня, не используются вообще нигде. В WhatsApp, в Viber нет, например, возможности подгружать большие видео и объемные видеофайлы. В WhatsApp, в Viber, например, нет такой функции, как аудио-видеокомнаты и запись аудио-видеокомнаты. В WhatsApp, в Viber и других мессенджерах, например, нет огромного количества других функций, там, например, отложенного постинга. Мы сегодня с вами все это будем разбирать. То есть здесь, в Телеграме, настолько больше возможностей, что люди, которые говорят, «Мне больше нравится WhatsApp», они просто не понимают, что они с чем сравнивают. Это как сравнивать, я не знаю, «Запорожец» с Mercedes. Естественно, Телеграм – это Mercedes. И, естественно, что Телеграм – это самый высокотехнологичный мессенджер. И мы с вами это понимаем и знаем. И люди, которые ездят на Запорожец и говорят, что им «Запорожец» нравится больше, чем «Мерседес», это люди, которые просто не понимают, что с чем они сравнивают. И наша с вами задача – освоить Телеграм по максимуму и использовать по максимуму его возможности. И поэтому здесь мы сегодня начнем осваивать эти технологии. Кроме того, в Телеграме находится самая образованная, продвинутая, современная аудитория, которая является лидерами мнений. Телеграм – это, я не знаю, здесь как медом намазано для лидеров мнений. В Телеграме очень большое количество людей, которые действительно более продвинутые, более образованные, более высокооплачиваемые специалисты, люди, которые зарабатывают больше. Поэтому наша с вами задача, конечно же, в Телеграме развиваться, потому что продать здесь проще. Потому что здесь ближе, скажем, контакт с нашей целевой аудиторией. Я сейчас про это тоже буду разговаривать. И здесь люди более платежеспособные. Ну а кроме того, мне нравится философия Павла Дурова. Мне вообще нравится этот парень. Он очень классно развивается и очень классно делает бизнес. У него много чему можно учиться. И Павел Дуров – это человек, который запустил два бизнеса. Это человек, который запустил в свое время ВКонтакте. И тот ВКонтакте, которым мы с вами пользуемся и знаем, это продукт, который создан был Павлом Дуровым. Сегодня Павел Дуров, знаете, еще поразился. В 2015 году Павел Дуров ВКонтакте написал, типа, я удаляюсь из соцсетей. Соцсети – это прошлое, мессенджеры – это будущее. Я думаю, мессенджеры – это будущее. Думаю, какой-то бред. Он там реально перепил, что ли, и написал этот глупый пост. Какие мессенджеры? О чем он вообще говорит? Это же WhatsApp, там же ничего нет, там как бы ничего невозможно делать. И Павел Дуров реально удалил всех друзей и сам удалился потом из ВКонтакта. Я подумал, ну, наверное, парень совсем крыша съехал на фоне головокружения от успехов. А сегодня 2022 год, уже 7 лет прошло. Я контактом практически не пользуюсь. Мне там неинтересно, я туда не хочу, мне там не надо. А Телеграм – это вау, Телеграм – это бомба, Телеграм – это супер просто-напросто. И Телеграм – это тот мессенджер, в котором я реально провожу гораздо больше времени из всех социальных сетей. Мне гораздо интереснее в Телеграме. И сейчас я доверяю Павлу Дурову, потому что я знаю, когда он говорил, что соцсети – это прошлое, я думал, как это, ВКонтакте, 85 миллионов активных пользователей. Ребята, в Телеграме 600 миллионов активных пользователей. 600 миллионов активных пользователей. ВКонтакте сегодня это вот столько людей, а Телеграм – это сегодня вот столько людей по сравнению с ВКонтактом. И сейчас я верю, что Павел Дуров действительно – это провидец, который видит на три шага вперед и который действительно знает, что будет дальше. Поэтому это просто круто, друзья, это просто круто, то, что мы видим в Телеграме. И я вас уверяю, то, что сегодня в Телеграме происходит – это только начало. Можете считать, что самолет взлетает, но он еще не взлетел, он еще на взлетно-посадочной полосе. И скоро Телеграм начнет делать удивительные чудеса. И мы с вами обязаны освоить Телеграм до того, как это сделают наши конкуренты и научиться пользоваться Телеграмом лучше, чем это делают наши конкуренты. Есть одна такая ситуация – это проблема органического трафика в социальных сетях. Сейчас я вам объясню, что это такое простыми словами. Вот смотрите, проблема органического трафика в социальных сетях – это когда вы пишете посты ВКонтакте, пишете посты в Инстаграме, пишете посты в Фейсбуке, пишете посты в Одноклассниках, а количество подписчиков у вас не увеличивается. Друзья, вот кто замечал, поставьте, пожалуйста, циферку 1, те люди, которые замечали, что вот вы пишете посты в социальных сетях, а просто-напросто толку от этого мало, потому что количество людей в ваших социальных сетях не увеличивается. Вот у кого такая проблема была и кто на эту проблему обратил внимание, что от того, сколько вы постов написали в своем, не знаю, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках или Инстаграме, у вас количество подписчиков не увеличивается. И вы как будто бы топчетесь на одном и том же месте и не знаете, как продвигаться и что делать для того, чтобы количество людей реально увеличилось на ваших аккаунтах. Вот кто обратил на это внимание и кто столкнулся с тем, что количество подписчиков у вас зависло на одной цифре. Пожалуйста, друзья, поставьте циферку 1. У кого количество подписчиков в соцсетях зависло на одной цифре, поставьте циферку 1. Кому это знакомо, кто уже с этим столкнулся и кто просто-напросто понял, что что-то не так, что-то не так, как будто бы нет развития аккаунта. То есть несмотря на то, что вроде какие-то усилия вы делаете и вроде что-то пишете, и казалось бы, что должны были приходить подписчики, но они не приходят. Вот это называется проблема органического трафика в социальных сетях. Когда вы действия делаете, а к увеличению аудитории они не приводят. И это, друзья, проблема всех социальных сетей. Вы можете сколько угодно писать посты в социальных сетях, вы можете сколько угодно писать посты в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Одноклассниках, да где угодно, и у вас не будет больше подписчиков на ваших аккаунтах. А теперь посмотрите на следующий слайд, вам будет очень интересно. Внимание на следующий слайд. Это, друзья, рост моего канала. Посмотрите внимательно. Если хотите увеличить слайд, пожалуйста, два раза коснитесь странички с этим слайдом. Это рост, это динамика роста моего канала, канала ProfiMLM. Я вам сейчас скину ссылочку на него. Динамика моего роста апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Ну, за шесть месяцев, условно за полгода. Во-первых, обратите внимание, какой он ровный и красивый. То есть канал растет постоянно. То есть не какой-то рывковый рост, а именно постоянный ровный рост. О чем это говорит? Он говорит о том, что аудитория постоянно на мой телеграм-канал добавляется, 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 добавляется. Что такое телеграм-канал? Телеграм-канал – это тот же самый аккаунт в социальных сетях, только внутри телеграма. Мы сегодня про телеграм-каналы еще чуть-чуть поговорим. Больше я буду рассказывать про них на следующей нашей встрече в другом чате. Так вот, обратите внимание, друзья, я ровненько, спокойненько, уверенно увеличиваю аудиторию на моем телеграм-канале, и он постоянно растет. Друзья, поставьте, пожалуйста, циферку 2, кто подписан на мой телеграм-канал ProfiMLM, и циферку 0, кто не подписан на мой телеграм-канал ProfiMLM. Вот кто подписан, поставьте двоечку, кто подписан, поставьте двоечку, а кто не подписан, поставьте нолик. Я вижу, что многие подписаны. Да, многие подписаны, отлично, отлично. Но если кто-то еще не подписан, друзья, на мой канал, я вам сейчас на всякий пожарный… Вот есть Елена Романова, еще не подписан на мой телеграм-канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, сейчас один момент. Я вам сейчас скину ссылочку на него сюда в чат. сейчас один момент один момент сейчас я вам скину ссылочку так подождите так и парам так сейчас проверим правильно ли отобразилась ссылочка сейчас я да правильно отобразилась вот друзья подписывайтесь кто не подписан на мой телеграм канал вот потому что он должен для вас стать интересным объектом изучения чтобы вы начали наблюдать за тем что я делаю сегодня я вам секреты развития телеграм каналов давать не буду почему не потому что я жадно и на сегодня другая тема заявлена но подпишитесь на этот телеграм-канал для того чтобы наблюдать за его развитием и ростом потому что по количеству людей на этом телеграм-канале вы сможете видеть как он постепенно спокойно стабильно и уверенно растет это и есть органика что такое органика органический рост это когда подписчики как бы сами находят мой телеграм-канал как бы сами на него подписываются это очень интересный пример потому что то что я вам сейчас показываю друзья это такая голубая мечта всех наверное на людей в социальных сетях чтобы я выкладывал посты а мой аккаунт сам органический рост вот у меня это в телеграме получилось у меня это не получилось в инстаграме у меня это не получилось в контакте у меня это не получилось в фейсбуке у меня это не получилось в одноклассниках нигде не получилось а в телеграме получилось и я вас могу этому научить я могу вам это показать кто хотел бы научиться вести свой канал или другой аналог чат в телеграме чтобы он тоже органический рост и у вас был тоже вот такой график роста кто хотел бы научиться напишите в чате сейчас хочу кто хотел бы научиться напишите хочу кто хотел бы этому научиться вот я вижу чат прям на проснулся сразу же до ожил и активировался да друзья это возможно и этому можно научиться я могу вас этому научить но об этом я буду рассказывать на следующем прямом эфире который будет в чате секреты телеграм он будет у нас с вами послезавтра а сегодня я дам вам фундамент и базу кто-то из вас какие-то фишки знает которые сегодня вам будут давай а кто-то знает но не используют а кто-то не знает вообще так что друзья приготовьтесь сегодня мы с вами будем об этом говорить до этого давайте я расскажу вам преимущество работы телеграм-канала по сравнению с например аккаунтом в инстаграме или вконтакте смотрите выкладываете пост в инстаграме или вконтакте о том что вы выложили новый пост чтобы вашим подписчикам узнать им нужно зайти вот смотрите им нужно зайти к себе вконтакте вот они заходят вконтакте им нужно нажать на кнопку главное и тогда они увидят ваш пост возможно возможно и не увидит вообще то есть контакте не присылает им уведомление о том что у вас там новый пост а в чем фишка телеграм-канала или чата когда вы выкладываете на своем канале или чате новый пост то люди люди видят уведомление у себя в чувствительной зоне чувствительная зона это та зона которая вот здесь вот на основном экране и люди заходят заходят к вам туда посмотреть потому что они воспринимают ваш пост на вашем канале или вашем чате будто бы это личное сообщение поэтому эффективность вашей работы в телеграме в чате или в канале выше чем в аккаунтах вконтакте или фейсбуке или в одноклассник или в инстаграме далее что еще хорошего есть в телеграме в отличие от других социальных сетей здесь много каналов восприятия здесь вы можете выложить видео вы здесь можете выложить аудиосообщение вы можете использовать прямые эфиры как мы сейчас например видео комнату здесь вы можете например использовать допустим опросы да есть в телеграме в телеграме есть например локации геолокацию можно скидывать в телеграме можно скидывать видео сообщение кругляшком очень много каналов восприятия вы можете очень разными инструментами влиять на аудиторию это тоже большой плюс потому что в других социальных сетях обычно этих каналов меньше вы что еще хорошее телеграме можно создавать огромные чаты и группы телеграм-канал вообще не ограничен здесь вот может быть хоть миллион хоть два хоть три миллиона подписчиков те как как в инстаграме например чатах телеграм в отличие от чатов ватсап где может быть максимум 256 человек вы в курсе да что в чате ватсап может быть максимум 256 человек а в чате телеграм до 200 тысяч человек до 200 тысяч человек тоже преимущество а еще чем хорош телеграм то что он ужасно простой и здесь может разобраться любой человек вот друзья честно я захожу в фейсбук у меня иногда ощущение что они реально издеваются то есть они там столько всяких кнопок функции каких-то странных каких-то опций придумали в фейсбуке просто такое ощущение что нужно быть академиком чтобы разобраться в фейсбуке я захожу в телеграм три кнопки все просто все понятно разберется даже третиклассник то есть телеграм это очень просто и очень удобно и поэтому мне нравится телеграм своей простотой и поэтому друзья обратите внимание вот вы как общаетесь в телеграме с другими людьми переписки в чате вот когда бы вот обратите внимание вот я захожу сейчас в телеграм свой канал до вода я захожу сейчас свой канал да просто напросто вот я зашёл свой канал профи млм до профи малов вот профи млм станислав санников обратите внимание все то же самое как будто бы я переписываю с другим человеком только здесь я переписываю сразу с шестью тысячами 626 людьми 626 человек в моем телеграм-канале понимаете удобно просто ничего сложного это фантастически то что сделал павел дуров телеграм это вау просто напросто но давайте теперь поговорим про некоторые секреты телеграма которые многие люди не знают и первый секрет это то что оказывается в телеграме у вас есть ваш аккаунт оказывается когда вы тусуетесь каких-то чатах и общаетесь там с другими людьми люди могут зайти на ваш аккаунт это ваш личный аккаунт в телеграме и могут захотеть с вами познакомиться оказывается у вас есть имя фамилия личная ссылка на ваш аккаунт например смотрите сейчас я вам покажу это как найти ваш аккаунт и как его посмотреть смотрите пожалуйста вот пожалуйста да вот пожалуйста например я захожу сейчас в основное меню и вот здесь вот вот здесь вот друзья внизу меню это в айфоне это так в айфоне В Android у вас это слева сверху три палочки. Это в Android. Теперь смотрите. В iPhone справа внизу в Android слева сверху три палочки. Я захожу в настройки. Вот в iPhone это справа внизу. И вот теперь смотрите. Я зашел в настройки. Вот настройки моего аккаунта. Вот он, мой аккаунт, оказывается. И, во-первых, оказывается, у вас может быть много разных фоток в вашем Телеграме. Давайте я вам покажу. Вот я нажимаю на фотку, вот я нажимаю на свою фотку, открывается фотка, и я могу листать, друзья. Вот у меня, оказывается, может быть много моих фоток. И, оказывается, могут быть не только фотки, но и видео. Сюда можно подгружать видео до 9 секунд. Посмотрите, вот у меня видео, пожалуйста, подгружено, видите? Оно у меня в моем профиле. И это тоже влияет на людей, которые заходят и листают мои фотографии. Вот еще одно видео. Это все у меня в моем аккаунте в Телеграме. Это личный аккаунт. Вы можете подгрузить какое-то видео. Да, вы можете подгрузить какое-то видео. Вы можете, например, подгрузить 9-секундное видео, где делаете вот так вот, да, и приветствуете всех людей. Это же классно просто-напросто. Это хороший инструмент влияния. И когда вы в каком-то чате с кем-то общаетесь, люди заходят к вам на ваш аккаунт и видят эти фото и видео. Но это еще не все. Друзья, они могут еще увидеть ваше так называемое био или биография. То есть это описание. Вот, пожалуйста, что написано у меня. Смотрите, я вам сейчас покажу. У меня написано, полезные фишки для сетевиков даю бесплатно на канале ProfiMLM.SSS. И смотрите, как это работает. Сейчас я, друзья, друзья, привет пишу. Я вам пишу привет. Смотрите, я написал привет. Я написал привет. И вы видите, что рядом с сообщением привет в нашем чате находится мой кругляшок с моей фотографией. Татьяна, ВК присылает уведомления. Татьяна Мацокина, ВК не присылает вам уведомления о новых постах, чтобы вы знали. Вы не можете узнать уведомления о новых постах. ВК присылает вам уведомления о личных сообщениях, но не о новых постах или сторизах людей, на которых вы подписаны. Татьяна, не путайте, пожалуйста, ладно? Но когда я говорю что-то, слушайте меня внимательно и не путайте других участников. ВК присылает уведомления о личных сообщениях, а не о постах или не о сторизах. А в Телеграме, когда вы выкладываете пост к себе в Телеграм-канал, люди видят уведомления о вашем новом посте, как будто бы это личное сообщение им в личку. Далее, друзья, нажмите на мой кругляшок, нажмите на мой кругляшок. Вот где я написал привет, нажмите на мой кругляшок, сюда вот, пожалуйста, нажмите на него. И когда вы нажмете, вы увидите это био мое, так называемое. И вот здесь как раз-таки вы увидите, друзья, надпись «Полезные фишки для сетевиков даю бесплатно на канале ProfiMLM». И зачем это я написал? Вот я вам сейчас покажу, например, друзья, другие примеры я вам сейчас покажу. Смотрите, я закажу к Наталье Мишаровой. Вот Наталья Мишарова, главная фотография. И вот ее био. Ташкент, Узбекистан. Окей, хорошо. А если я не из Ташкента, Узбекистана, то что мне это дает? Вот, например, Лариса Кемаева. Посмотрите, классно оформлена главная аватарка. И смотрите, например, написано «Продаю свободу и канал». Да, насылка на канал. Вот, пожалуйста, 27 подписчиков уже у нее есть. Классно. Лариса молодец. Отлично сделала уже. Вот я захожу, например, к Елене Маркевич в био Елене Маркевич. У нее, смотрите, юзернейм – это ее ссылка личная. А нажимаю на био, био не работает у нее. Так, подождите. Подождите. Био. Вот, пожалуйста, что-то здесь написано. Не существует. То есть зачем Елена добавила эту ссылку в свое био, непонятно. Ребята, ваше био – это инструмент вовлечения в ваш чат или на ваш канал. Это, ну, это инструмент. Так, Татьяна Рябычина, давайте самопиаром прекращаем заниматься. То есть вы, пожалуйста, в своих чатах и группах занимайтесь. То я вижу, что вы тут, как говорится, подпольно занимаетесь с рекрутингом. Я это вижу на два-три счета. Поэтому давайте этим, как говорится, заниматься не будем. Договорились, да? Значит, смотрите. История какая, ребят. Смотрите. Ваша задача – написать что-то у себя в био. Био – это биография, то есть описание вашего аккаунта. Чтобы люди захотели добавиться в ваш чат или канал. А кому интересна формула написания продающего и привлекательного био, чтобы люди захотели добавиться на ваш чат или на ваш канал. Кому интересно, поставьте циферку 5 в чате. Кто хочет узнать, как правильно это писать? Кому интересно узнать продающую формулу био, которая вовлечет? Смотрите, друзья. Как это делается? Во-первых, смотрите. Первую ошибку, которую я покажу. Я покажу нике. Ника, смотрите. У вас написано только ника и нет фотографии. Вот так уже быть не должно. Уже не продающий аккаунт. Ника, обязательно зайдите в настройки своего профиля в Телеграме. Если это у вас, соответственно, Android, это левый верхний угол, три палочки. И там настройки вашего аккаунта. Если это, друзья, iPhone, то это правый нижний угол. Вот здесь написано профиль, вот здесь, да, и вот сюда заходите. Это вот здесь делается. То же самое Елена Томильченко. Смотрите. Хорошо, что у вас написано Елена Томильченко, но у вас, во-первых, Томильченко Елена, а я считаю, что лучше ставить имя-фамилия. Ну, как бы это более такой, знаете, официальный деловой стиль. А Томильченко Елена больше на школу похожа. То есть я бы переставил местами. Да, вот Лина то же самое. Смотрите, Лина. Вот у вас написано Лина, да, и нет фамилии. И вместо фотографии какая-то там это, пейзажи какие-то. Ну, то есть, как будто бы вы скрываете что-то. То есть доверие не создает. Создайте такой аккаунт, чтобы он вызывал доверие. Какие аккаунты вызывают доверие? Вот, например, Наталья Пальчих. Смотрите. Вот, пожалуйста. Единственное, что не очень хорошо. Хорошо, что фотка, хорошо, что личная фотография, хорошо, что она светлая. Но всегда старайтесь, чтобы угол камеры был не сверху. То есть чтобы на вас человек, посетитель смотрел не сверху. Потому что когда вы как бы снизу на него смотрите, то он получается сверху, а вы снизу. То есть вы сразу в подчиненном положении. Подсознательно человек начинает доминировать, да? Динара Сахабединова. Динара Сахабединова. Вот смотрите, вот. Классно, что ярко. Да, вот Динара, смотрите у вас. Классно, что ярко. Что мне нравится? Ярко. Да, то есть выделяетесь. Вот сразу даже из этого списка, например, Кругляшков, сразу выделяетесь. Это плюс, Динара, молодец. Второй момент. Ну смотрите, ну смотрите, одно и то же. Нет разнообразия. То есть одни и те же Кругляшки получаются. Я бы поставил бы более разнообразное. Так, подождите, это я уже не то пролистнул. Я бы поставил бы более разнообразное. Светлана Тимофеева. Хорошая фотография, мне нравится. Есть разнообразная, да. Ну то есть у Светланы Тимофеевой фотки нравятся, я бы поставил бы только более профессиональные фотографии. То есть чтобы вы более профессиональные фото бы использовали. То есть наймите фотографа, закажите фотосессию. Дальше смотрите. Ну то есть поняли, да. Главная фотография. Нет, ребят, я не смогу всех смотреть, извините. Главная фотография очень важна, потому что это первое впечатление. Как говорила Габриэль Шанель, вы не можете второй раз оказать первое впечатление. Поэтому ваша задача произвести первое впечатление сразу. И обратите внимание, ребят, ваша задача, ваша задача произвести сразу первое впечатление. И ваша задача вот поставить правильную фотографию и еще фамилию. Потому что когда у вас стоит только имя, то вы похожи на анонимку. То есть как будто бы человек, который прячется. А когда у вас стоит имя, фамилия, все, вы уже как бы себя открываете. А чем более вы открыты миру, тем более мир открыт вам. Все в этом мире взаимно. И поэтому ваша задача поставить имя, фамилию. Вот, например, да, Анна. Вот смотрите, видите, только имя, только имя. А где фамилия? Ребят, мы людей вовлекаем, мы людям продаем. А если мы от людей прячем свое имя, фамилию, значит, мы что-то скрываем, получается, от людей. И люди нам не доверяют. И поэтому наша задача максимально открыться для того, чтобы людям хотелось с нами общаться. Это первое. Второе. Второй момент, на который нужно обращать внимание. Друзья, био. Формула био, которую я вам обещал. Формула био. Сейчас я вам только один момент. Сейчас я только один момент. Я один момент. Сейчас я перенесу следующую встречу. Коллеги, коллеги, привет. Все, есть, сделал. Итак, формула био, друзья. Если вы хотите, чтобы ваше био продавало, и вы переливали аудиторию из своего био в какой-то чат или в какой-то канал, вам нужно отвечать двум условиям. Первое условие. Вам нужно пообещать какую-то выгоду. Например, вы заходите ко мне на мой аккаунт, да, вы заходите и видите био, которое у меня написано. Полезные фишки для сетевиков даю бесплатно на канале ProfiMLMSSS. То есть, смотрите, люди заходят ко мне в био и видят, что я, если они себя воспринимают как сетевики, они нашли меня в каком-то чате, мы где-то пообщались, они заходят ко мне на аккаунт, и они думают, ага, полезные фишки, бесплатно, дает, классно. Надо зайти посмотреть, они переходят ко мне на канал и подписываются. И если я в больших чатах и каналах общаюсь с людьми, то ко мне после какого-нибудь экспертного поста или после какого-то интересного поста в этом чате может добавиться много людей сразу на канал, на чат. Это самое главное целевая аудитория. Это люди, которые мне интересны, потому что я, например, на своем чате и канале аккумулирую экспертизу по MLM бизнесу. И получается, что я получаю свою целевую аудиторию благодаря просто общению в других чатах и то, что люди ко мне заходят в био и переходят ко мне в чат или канал. Классно? Классно. Просто? Просто. Окей. Второе правило био, оформление био, на которое нужно обращать внимание. Ребята, смотрите, когда вы оформляете био своего аккаунта, вам нужно показывать свою уникальность или экспертизу. Что особенного, что необычного вы даете, что экспертного вы даете, что классного вы даете, чего не дают другие, например. Покажите себя со стороны уникальности какой-то, какую-то особенность, какую-то действительно фишку, которая есть у вас. То есть продемонстрируйте себя с той точки зрения, чтобы люди увидели, насколько вы уникальны. И еще, обратите внимание, когда вы заполняете био, пишите не только существительные. Вот, например, Диляра Иржепова добавилась. У нее написано «Трансформационный коуч», бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не очень хорошо. Почему? Чего не хватает? Глаголов. Обязательно используйте глаголы. Глаголы – это слова, обозначающие действия. Когда вы в био используете глаголы, они всегда дают энергию вашему био. Глаголы – это слова, которые дают энергию фразам. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши фразы были более энергичными, закладывайте в них глаголы. То есть, вот, например, Татьяна Арсенова тоже. Написано у нее в био «Красивый бизнес в стиле wellness». Это красота и что-то там еще. Да, вот надо зайти. Я бы добавил бы что-то, обозначающее действия, какие-то глаголы. Вот у Альмиры Тепловой «MLM» и «Чон». Где глагол? Альмира, добавьте какой-то глагол. Например, обучаю MLM, выведу на результат в MLM. Или, например, даю полезные фишки по MLM бизнесу и так далее. Людмила Кравченко. Обратите внимание, кстати, друзья, мы видим списки всех био прямо на черной шторке нашей видеокомнаты. Можете смахнуть и посмотреть, у кого что в био написано. Людмила Кравченко. Просто зачем-то какая-то ссылка, то есть набор букв. Зачем там это? Кто там это дает? Кому это дает какую-то пользу? Для чего это дает какую-то пользу? Непонятно. Фиолета Султанова. Делаю мир здоровым и счастливым. Ссылка на... Дальше, видимо, на канал или на чат. Фиолета, молодец. Во-первых, говорите о какой-то пользе. Во-вторых, есть глаголы. И третье, размещаете ссылку. Но возникает следующий вопрос. А зачем переходить по этой ссылке? Что я там получу, Фиолета? Непонятно. Плюс, Фиолета, у вас не стоит фотографии в аккаунте. Я бы поставил фотографию или дал бы доступ на, соответственно, на ваше фото. Елена Герасимовна, Фаберлик написала. И что дальше? Ну вот у вас написано Фаберлик. А вам дальше что это дает? От того, что вы написали Фаберлик. Окей, флаг Фаберлик. Дальше что? Вы никому никакой пользы не показали, никого никуда не позвали, никого никуда не перевели. Ну и одно, что от того, что у вас написано Фаберлик. Вам нравится с флагом ходить и вам это что-то дает? Но, как говорится, денег у вас не зазвенит от этого. Мехмед Кучукалиев. Вообще ничего не написано. Наталья Тимофеева. Доход от 150 долларов в день легко. Подпишись. Ну, когда вот, например, я такие вижу слоганы, я сразу не верю, потому что попахивает разводником, да, от 150 долларов в день, как бы, ну, как бы, слишком заманилово какое-то подозрительное, да. Вот я бы, значит, другое бы что-нибудь написал, потому что сразу ощущение, что у меня сейчас будут просто вот такие вот слоганы, да, потому что большинство людей все равно зарабатывать не будут от 150 долларов в день. То есть, получается, обещание нереальных прибыли для большинства. Вот. Но уже логика, как минимум, есть, Наталья. Это уже хорошо. Валентина Снегирева. Био не записано. Елена вообще фамилии нет, Био нет. Татьяна Тилаева. Работа онлайн. И... А где ссылка на чат или где ссылка на канал? Работа онлайн. И чё? Работа онлайн у кого? У дяди Васи Пупкина вашего соседа? Или у вас? Или для меня? Я вообще не понял. Елена Шурыгина. А разрежь свою карточку, чтобы получить деньги. И ссылка. Классно. Хорошая логика. Я бы ещё призыв к действию добавил. В общем, ребят, видите, у вас с Био проблемы. Вот у большинства, я смотрю. Так что вот с этого бы надо начать свою работу в Телеграме. А то у вас в Телеграме Био не оформлено. А дальше учиться, как говорится, смысла нет, если вы первый раз в первый класс ещё не сходили. Я бы на вашем Био оформил такое, чтобы оно куда-то вело, содержало бы глаголы, давало бы пользу или продавало бы вашу эксклюзивность. Вот Ташкент, Узбекистан вашу эксклюзивность не продаёт и никуда людей не ведёт. Альфия Салямова. Wellness consultant doTERRA. Альфия, представьте, что вы человек, который вообще не знает, что такое doTERRA. Представьте, что вы человек, который вообще внешний, который вообще сетевым маркетингом никогда не занимался и считает, что это сектанство и жертвоприношение детей. Wellness consultant doTERRA. Это просто китайская грамота. Что значит wellness consultant doTERRA? Что такое doTERRA? Что такое wellness consultant? Какую-то пользу мне это даёт. Вот, например, напишите, посоветую скинуть 20 килограмм, как скинуть 20 килограмм за один месяц. Вот тогда человек подумает, о, блин, мне надо 5 килограмм за один месяц. О, мне это надо, я это хочу. Ребят, перестаньте разговаривать с кандидатами на языке сетевиков, чтобы они воспринимали вас как сектантов. Перестаньте разговаривать с внешней аудиторией, как будто бы это люди, которые понимают, что такое doTERRA. Перестаньте разговаривать с людьми вовне, которые понимают, что такое боковой отрыв. Вот проблема сетевиков в том, что вы не понимаете, как на вас смотрят люди со стороны, а вам же их рекрутировать надо. Вот wellness consultant doTERRA, и что, и что. Вот я, например, Марья Васильевна, которая работает, допустим, экономистом в предприятии союз техмонтаж сервис. Вот я зашел к вам, я зашла к вам на аккаунт, у вас написано wellness consultant doTERRA, и капелька какая-то нарисована. Что это значит? Для чего это? Что это для меня значит? Ну, я и дальше пошла. Мне это китайская грамота для меня. Ребят, начните думать, как внешние эти, как внешние кандидаты, потому что вы просто-напросто, вы просто-напросто, друзья, вы просто-напросто не вовлекаете никуда, а разговариваете на непонятном языке. А это плохо для восприятия. Кто понял, что такое био? Кто понял свои ошибки с био? Поставьте циферку 1, друзья, это первый секрет, это ваше био. Кто понял, что нужно разговаривать с людьми на их языке, показывать им выгоды и куда-то их вести, что нужно сначала оформить свой аккаунт, что нужно сначала оформить свое имя, фамилию, фотографию, что нужно сначала понять, куда вы ведете через свой био, друзья. Отлично, отлично. А то я смотрю, у вас здесь на уровне начальной школы проблемы. Второе. Отложенные сообщения, друзья, оказывается, вы можете откладывать сообщения и писать сообщения сейчас, а сообщение придет к вам через некоторое время. Я сейчас, друзья, вам покажу, я вам сейчас покажу одну вещь, друзья. Смотрите, я покажу вам чат секреты телеграм. Вот смотрите, вот у меня есть чат секрет телеграм, там 1700 человек, 1700 человек. Сейчас я вам скину на него ссылочку, сейчас я вам на него скину ссылочку, я вам сейчас скину на него ссылочку, и вы в него добавляйте чат, потому что очень полезный. Чат, потому что очень полезный. Вот прямо сейчас я скинул ссылку, переходите. Там много всяких секретов телеграм, просто так бесплатно вы получите. Вот я вижу, вы уже добавляетесь. И я прямо сейчас, пока вы добавляетесь, я прямо сейчас вам пишу, например, отложенное сообщение. Отложенное сообщение. А теперь смотрите. Отложенное сообщение. Я сейчас онлайн, я сейчас онлайн, а мне нужно, чтобы сообщение ушло в другое время. Что я делаю? Я не просто нажимаю на стрелочку «Отправить это сообщение», а я зажимаю и удерживаю. И у меня влезает менюшка, и у меня написано «Либо отправить позже, либо запрограммировать отправку» и так далее. Я не знаю, как у вас на вашем устройстве будет написано. То есть вы на стрелочку «Отправки» нажимаете, но вы не один раз касаетесь, а удерживаете. И я ставлю отложенное сообщение, друзья, на 12.51 по Ташкенту, я ставлю на 12.56. Через 5 минут будет отложенное сообщение. И оно ушло в такую буферную зону, такую промежуточную зону, где хранятся отложенные сообщения. Все, друзья. И оно у меня отправится через 5 минут. Мне не нужно для этого быть онлайн, мне не нужно для этого контролировать, мне не нужно следить. Оно отправится телеграммом автоматически. Я могу отправить через день, через два дня, через неделю. И многие мои сообщения, которые вы видите, отправляю не я, а отправляет телеграмм, потому что я эти сообщения отправил отложенным постингом. Мои знакомые очень часто удивляются. Стас, как ты так делаешь? Ты летишь в самолете, а в это время у тебя на канале постятся твои какие-то посты. А очень просто. Вы можете у себя в чате, на канале, в личных сообщениях отправлять отложенным постингом сообщения для, например, каких-то напоминаний, контроля, для того, чтобы там подбодрить кого-то. И вы можете этот отложенный постинг использовать для того, чтобы не держать это в голове. Например, вам кто-то денег должен, и кто-то обещал вам, что он вернет там, допустим, в пятницу. Вы ему там в четверг ставите отложенным постингом сообщение, и в четверг оно человеку отправляется. Вам не нужно это держать в голове. Это очень удобно для того, чтобы просто-напросто человек увидел ваше сообщение. Человек с той стороны не знает то, что это отложенный постинг, и вы просто-напросто, друзья, в голове не держите, а управляете своим бизнесом, своими коммуникациями, своими людьми, своими чатами, своими каналами, и вы получаете свободу. Вот удобно вам сегодня поработать? Вы сидите в Телеграме, отложенных постов там запланировали, наоткладывали большое количество, распределили и пошли дальше своими делами заниматься. А они пам-пам-пам-пам-пам в разных чатах, переписках, сами уходят, и вы в кайф и в удовольствие себе живете и работаете, друзья. Классно? По-моему, классно просто-напросто. Мне кажется, это просто очень классно. Кому понравилось, друзья, отложенный постинг, не понял, Татьяна, вопрос, пожалуйста, перезадай вопрос. Не понял вопрос, не понял, не понял, не понял. Так, окей, кому понравилось, поставьте циферку 2, это второй секретик Телеграма, который вам может быть полезен. Отлично, отлично. Все, вижу, вижу, дорогие мои, молодцы. Вижу, да, все, супер, супер. Ребят, а честно, а кто не знал про отложенный постинг? Кто не знал, что, оказывается, есть отложенные сообщения, отложенные посты в Телеграме? Кто не знал? Друзья, вот видите, сколько вы не знаете, оказывается, сколько можно узнавать? Нет, ну, я не знаю, может, миллион, может, нельзя сообщений. Ну, вот, видите, друзья, вы в Телеграме, оказывается, много чего не знаете. И это я только, друзья, вам говорю, прописные какие-то истины, которые, ну, скажем, фундамент, база, основа. А кто больше хочет узнать секретов? А кто хочет больше секретов узнать? Кто хочет больше секретов узнать? Напишите «хочу». Напишите «хочу». Отлично, друзья, отлично. Видеосообщения. Всем хороши видеосообщения. Вы можете усилить влияние на человека посредством не просто аудиосообщения голосового, так называемого, или не просто текстового сообщения, а посредством и видео, и аудио. Делается это, о, кстати, видите, в секреты Телеграм пришло отложенное сообщение, как раз 5 минут прошло, а посредством видео. Делается это вот так, сейчас я вам покажу. Смотрите, когда у вас, вот у вас поле ввода текста, вот у вас поле ввода текста. Вот здесь вот скрепочка, там разные всякие возможности. Я, кстати, вам про скрепочку и про некоторые хитрости и секреты буду рассказывать послезавтра в чате секреты Телеграм, ребят. Там будет просто бомбический, бомбический эфир. Обязательно будьте послезавтра в чате секрета Телеграм, в который вы добавились. Обязательно будьте на прямом эфире, там я буду рассказывать про секреты управления чатами и группами в Телеграме. Там вообще вы, вот если вы сейчас много узнаете нового, то там вообще вы офигеете просто. Там просто столько всего, столько всяких секретов, вау. Так вот, это будем про скрепочку там разговаривать. Там много будет разных секретов. А вот сейчас обратите внимание на микрофончик. Вот когда вы просто легко касаетесь микрофончиком, вот я слишком долго коснулся, вот так, подождите. Вот, видите, он переключился на камерку. Просто легкое касание, он переключается. А дальше ваша задача нажать и удерживать. А если вы еще вверх смахнете, то можно даже не удерживать. Вот смотрите, берете вот так вот. Вот режим камерки включен, режим камерки. Дальше я зажимаю и удерживаю вверх. Вот так вот делаю. И вот видите, мою кольцевую лампу видно. А теперь я переворачиваю и говорю, привет. А это вы, мои маленькие, оказывается, видеосообщение. Великолепный инструмент, при помощи которого можно влиять на свои чаты и группы, вовлекать людей и общаться со своей аудиторией. Естественно, когда они вас видят, эффект живого присутствия гораздо сильнее. Поэтому вы можете в своих чатах и группах часто использовать видеосообщение. Кстати, если вы перевернете камеру, вот здесь вот значок слева внизу переворота камеры, то можно еще и перевернуть вот так вот камеру. И можно увидеть мою кольцевую лампу. Да-да-да, друзья, вот так вот. Вот мое водительское удостоверение. Вот так, друзья, и отправляем. Все, друзья, видеосообщение – это очень удобный инструмент влияния на вашу аудиторию. Поэтому можете использовать, я рекомендую использовать видеосообщение. А самая приятная функция, что в отличие от дебильного WhatsApp, WhatsApp – это дебильный мессенджер, и это я, друзья, нисколько не хочу приукрашивать или смягчать, потому что WhatsApp – это просто каменный век, это дно. В отличие от каменного века и дна в WhatsApp, где вам нужно, записывая видеосообщение, вы грузите память своего смартфона, потому что у вас все там загружает память со страшной силой, в Телеграме вы делаете видеосообщение, не загружаете память и батарею вашего телефона так сильно, как в WhatsApp, а кроме того в Телеграме можно чистить кэш. Давайте расскажу вам, для тех, у кого бюджетные смартфоны и мало памяти на телефоне, у меня такой проблемы нет, потому что у меня телефон на терабайт памяти, у меня такой памяти нет. Друзья, давайте вам покажу лайфхак, который вам очень сильно поможет. Это просто, друзья. Кстати, почему видеосообщение классно делать, можете сейчас записывать видеосообщение в чат тоже, хотя это не очень удобно делать во время видеокомнаты, но все же, вдруг выйдете и сможете сделать. Давайте я покажу вам, как можно почистить кэш, то есть память вашего Телеграма. Смотрите, чтобы облегчить участь вашего бюджетного смартфона и разгрузить память, сделать его Телеграм как бы обновленным, и чтобы он работал у вас лучшим, друзья, смотрите, что можно делать. Вы заходите в настройки. Еще раз, настройки в Андроиде. Слева сверху три черточки, в айфоне справа внизу, где круглюшочек вашего аккаунта, профиля, нажимаете туда в настройки и заходите в раздел «Данные и архив». У меня по-итальянски написано, потому что у меня телефон на итальянском, «Данные и архив». Нажимаете, друзья, нажимаете вот сюда, и вот здесь у вас меню. И вы можете здесь, друзья, управлять своими данными и архивом. Например, вот, пожалуйста, верхняя самая строчка – это хранение данных. И вот, например, вы можете управлять, сколько данные хранятся, через сколько они удаляются. Например, можно поставить, что данные хранятся вообще три дня, потом Телеграм автоматически чистят кэш. А можете поставить, что все данные сохраняются навсегда. Ну, я могу, например, навсегда поставить, но и то у меня не всегда эти данные на самом деле сохраняются. И вот здесь, кстати, я вижу, в каких чатах сколько у меня памяти в Телеграме съедается. Я вижу даже, какие чаты самые съедающие. Вот у меня помогатор для Елены, самый съедающий, потом код молодости и здоровья и молодости, злые сетевики и так далее. Я вижу все свои чаты и данные и могу чистить таким образом кэш, друзья. А, в этом чате запрещено публиковать мультимедиа. Ну, замечательно, да, это ограничение в чатах. Это я вас буду обучать управлять чатами в чате секрета Телеграм послезавтра. Так, друзья, отлично, идем дальше. А, корректировка и удаление сообщений. Итак, друзья, корректировка и удаление сообщений делается следующим образом. Наталья, я только что же рассказывал, куда зайти. В настройки нужно заходить и там находить данные кэш. Итак, друзья, сейчас у вас будет запрещено писать, запрещено писать будет в чате. А я пишу вам шурум-бурум. Шурум-бурум. Вот я написал шурум-бурум. Вот я написал шурум-бурум. В Телеграме, в отличие от WhatsApp и Viber и других мессенджеров, не знаю, в Viber может быть можно, но я не видел. Но в Телеграме, в отличие от WhatsApp, так точно. Можно корректировать текст. Например, вы написали его с ошибкой или, например, вы что-то не так сделали. Как это делается? Смотрите. Вы берете сообщение. Вы берете сообщение. Сейчас, подождите. Вы берете сообщение. Зажимаете и удерживаете его. Ну так в айфоне, в андроиде, я не знаю как. И вот здесь будет опция изменить. У меня написано модифика. И я пишу вместо шурум-бурум, я пишу привет, друзья. Привет, друзья. И посмотрите, сообщение шурум-бурум превратилось в привет, друзья. И все. Вы можете. Вот сейчас напишите, кстати, какой-нибудь шурум-бурум. Сейчас я вам дам возможность отправлять и давайте и сообщение, и медиа, и стикеры. И, друзья, все. Вот я дал вам возможность отправлять сообщение. Шурум-бурум. А потом, друзья, исправьте свое сообщение. Зажмите, и у вас появится меню. В андроиде, может быть, наверху оно появляется. И измените свое сообщение. Я вообще вайбер не знаю. Мне там делать нечего. Да, но в WhatsApp нельзя. Вот, Виктория сделала. Молодец, Виктория. Отлично, я уже вижу. Я уже вижу, кто делает. Молодцы. Чем это удобно, друзья? Тем, что если вы совершили орфографическую, пунктуационную или грамматическую ошибку, вы можете ее исправить. Тем, что вы, если кого-то послали в эротическое путешествие, человек не успел перечитать, а потом вы передумали, вы можете тоже это изменить. В общем, красота. Честно, кто не пользовался никогда исправлением сообщений, друзья? Кто никогда не пользовался, кто впервые сегодня узнал, поставьте циферку, давайте, ноль в чате. Кто не знал, кто не знал, поставьте циферку ноль, что в Телеграме можете менять, соответственно, сообщения. Кто не знал? Вот, друзья, посмотрите, сколько людей только что узнали об этом. Да, вот посмотрите, сколько возможностей в Телеграм. Я не редактирую сообщения. Ну, знаете, у всех свои психические отклонения и извращения. Вот, у меня другие, я вот редактирую, мне пофигу. Пользуюсь давно, поздравляю вас. Отлично, дальше идем, друзья. Избранное. Оказывается, в Телеграме вы можете писать сами себе. В Телеграме вы можете писать сами себе. Чем это удобно? Вам нужно сохранять какую-то информацию, вам нужно сохранять какие-то данные, файлы, ссылки, сообщения. Вы на каком-то канале увидели какое-то интересное сообщение, сейчас читать нет времени, а попозже сможете, там, в самолете будете, или в автобусе будете, или в поезде будете, или в метро ехать будете, или еще где-то будете, да, в очереди сидите, сможете прочитать. Избранное. А оказывается, есть такое избранное. Оно так и находится, избранное. Посмотрите, вот, оно выглядит как закладочка. Оно выглядит как закладочка, друзья, вот так, избранное. Вы заходите в это избранное. Ой, подожди, в злые сетевики зашел. Не дай бог вам в злые сетевики заходить, это кошмарный чат, там все ругаются и критикуют друг друга. Туда вам не надо. Неокрепшие души без должной подготовки не нужно. И вот в избранном, друзья, у меня много чего сохранено, всякого разного полезного, что мне надо, и то, что я нет-нет просматриваю всякие заметки. А, кстати, обратите внимание, видите нашу видеокомнату? Вот видите, написано, на черной шторке написано 5 фишек телеграмма. Видите, красная точечка рядом с ней. Вот, друзья, когда я завершу нашу видеокомнату, запись, вот красная точка мерцающая означает, что идет запись. Вот эта запись, она у меня окажется как раз-таки в моем избранном. У меня вообще друзья, у меня вообще в избранном, да, у меня вообще друзья, да, никто не... Не думайте о злых сетевиках, друзья, не думайте, не заходите в злые сетевики, ни в коем случае. Нина, вы все правильно поняли. Да, не думайте про большую белую обезьяну, не думайте про большую белую обезьяну, ни в коем случае не представляйте сейчас большую белую обезьяну. Да-да-да. Так вот, ребят, вот когда вы заканчиваете видеокомнату в телеграмме, если вы поставили запись, вы как раз-таки найдете запись в избранном. Давайте я покажу запись из своих других видеокомнат как раз-таки. Вот заходим сюда. У меня на итальянском messaggi salvati, да, это сохраненное сообщение называется, вот, но это называется в избранном у нормальных людей, у кого телефон не на итальянском. Вот, пожалуйста, видите, записывается и аудио, и видеоформат. Кстати, аудиоформат записи тоже очень удобно, тоже очень удобно, очень удобно, потому что многим людям удобно смотреть не видео, а слушать наушники аудио. Можно закрыть телеграмм, и как бы аудио продолжает дальше играть, это очень удобный формат. Поэтому избранная эта штука крайне удобная, оно позволяет вам сохранять важные файлы сообщений для самого себя. И, лайфхак, вы можете отправлять себе самому в избранное напоминание отложенными постами, точно так же, как в любом чате переписки. Если вы что-то хотите напомнить самому себе, как переслать, например, что-нибудь в избранное, очень просто, ну, берете любое сообщение. Вот, например, возьмем сообщение «Ваше». Вот, например, «Наталья ЕС». Наталья ЕС. Вот, я зажимаю сообщение. Вот у меня всплывает. Я зажимаю «Переслать». Да, «Переслать». Вот, это у меня называется «Инольтра». «Переслать». «Инольтра», «Переслать». Вот я нажимаю. Опа. Все. И вот у меня всплывает, кому я могу переслать. На самом верху избранное. Вот, пожалуйста, я пишу. Я ставлю сюда «Переслать». «В избранное». Все, оно у меня в избранном. Вот, у меня написано. Сообщение отправилось в избранное. Все очень просто. Ребят, ну это, ну это прям, вот у меня в избранном ваше сообщение. Вот у меня в избранном ваше сообщение. Вот. Вот у меня в избранном ваше сообщение. Да, только не ваши, а динары. Мне, потому что неудобно тут пересылать, да? Вот, ребята, да, не вижу. Вот, пожалуйста. Ребят, а кто реально не пользовался избранным и реально не знал, что, оказывается, есть такое избранное, и оказывается, можно им пользоваться, и там можно дофига себе сохранять, а еще можно, отложенным постингом, себе напоминание, друзья. Нет, вы не можете переслать. Можете вы себе, Марину, переслать? Не умеете? Это другое. Кто не знал — поставьте нолик, друзья. Кто не знал — поставьте нолик. Интересно узнать, кто не знал. Кто не знал про избранные — поставьте нолики. Посмотрите, сколько людей даже на 10% не используют свой Telegram. Вот, ребят, если вы нолик сейчас поставили, то это означает, что вы про Telegram вообще ничего не знаете. Кто хочет еще один секрет, напишите «хочу». У меня есть закрытый приватный канал, который называется «Билеты». Смотрите. Билеты. 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 Я захожу в него и здесь у меня сохранены мои билеты. То есть, я сам один единственный подписчик своего закрытого приватного канала. Я создал этот канал только для того, чтобы сохранять там только билеты. У меня есть такой же канал, например, ссылки, где какие-то ссылки, которыми я часто пользуюсь. «Никто в него добавиться сам не может. Найти его в поиске люди не могут, он не публичный. Он не индексируется в поиске и с него невозможно сделать репост или скопировать сообщение. Даже если где-то как-то случайно, я не знаю, фантастический человек добавился в этот чат, в этот канал, это канал именно. Чем канал от чата отличается? Канал – это там, где пишите только вы или админы. Там, в отличие от чата, другие писать не могут. Вот с него невозможно сделать репост и его невозможно скопировать. Какие можно делать закрытые приватные каналы? Билеты, документы, анализы, если вы регулярно проходите анализы. Расчеты, долги, обязательства, полезные ссылки. Ребят, скажите, пожалуйста, кто не использовал закрытые приватные каналы и чаты, кто не умел и не знал, что так можно делать и что так можно систематизировать информацию и прятать ее от всех, при этом сохранять ее для себя. Для кого это интересная информация, друзья? Ну, ребят, демократы, не знало. Ну, ребят, демократы, тогда вам точно надо в Telegram игру. Вот я вижу, что большинство не знали. Большинство не знали. Да, возвращаю слайд. Большинство не знали. ส�минских ч fentерах В зiacuu не знала, было ничего не заб puesto в Model Vice. fand дел, ноקратов но после